МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из проблем заключается в том, что Москва изменила свою позицию в отношении формирования цены. Газпром предлагает определять стоимость голубого топлива, устанавливая скидки на пошлины. Киев этот механизм не устраивает, поскольку решение о пошлинах оформляется постановлением правительства России и может быть отменено в любой момент. Ранее премьер-министр Украины Арсений Аценюк неоднократно заявлял, если российская сторона не предоставит Киеву скидку на ресурс, правительство подаст иск на Газпром в Стокгольмский арбитражный суд. Напомню, в Москве настаивают на полном погашении долга запотребленное топливо по цене около 500 долларов за тысячу кубометров. При этом по окончании переговоров Юрий Продан сообщил, что Еврокомиссия выступила с определенными предложениями, которые стороны решили рассмотреть, однако детали их не уточнил. Представители Украины, России и ЕС продолжат диалог сегодня вечером или завтра утром. Представители Украины и России и БСЕ достигли взаимопонимания по ключевым этапам выполнения плана президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на востоке страны. Как сообщил Департамент информационной политики МИД Украины, участники трехсторонней контактной группы 8 и 9 июня провели три заседания и договорились о перечне первоочередных задач, достижение которых будет способствовать деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. Участники группы согласились продолжать встречи в таком же формате. Напомню, ранее президент Порошенко заявлял о необходимости прекращения огня уже на этой неделе. Для этого, по его словам, необходимо восстановить защиту госграницы, чтобы гарантировать безопасность тех, кто живет на Донбассе. Перед нами чрезвычайно важная миссия. Она заключается в том, чтобы мы реализовали те договоренности, которые были достигнуты в Нормандии во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Аландом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тогда мы обсудили конкретные шаги по реализации мирного плана касательно наведения порядка, спокойствия, а также восстановления законности на востоке Украины. Ладу и спокойствия и восстановление законности на востоке Украины. Москва надеется, что контакты президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС помогут урегулированию ситуации в стране. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Финляндии. Дипломат подчеркнул, он надеется, что Петру Порошенко удастся наладить диалог со всеми регионами страны. При этом Лавров добавил, Москва по-прежнему заинтересована в проведении трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС с целью урегулирования ситуации в Украине. Сегодня главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, Германии и Польши проведут неформальную встречу в Санкт-Петербурге. Дипломаты планируют обсудить в том числе и вопросы урегулирования кризиса в Украине. В свою очередь, накануне встречи замглавы МИД России Владимир Титов отметил, что санкции со стороны ЕС не заставят Москву пересмотреть свою позицию по Крыму и изменить отношения к событиям в Украине. Также в России надеются, что Германия и Польша, имеющие тесные связи с Федерацией, их сохранят. А в вопросах санкций будут сопоставлять решения собственными национальными интересами. Власти Донецка подтвердили первую смерть несовершеннолетнего в зоне проведения антитеррористической операции. Согласно сообщению, в воскресенье в Славянске из-за осколочного ранения погиб 8-летний ребенок. Силой антитеррористической операции уничтожили огневые точки боевиков в Славянске и Семеновке, а также под Краматорском. Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев. По его словам, вооруженные силы Украины, подразделения ВД и Национальные гвардии продолжают сжимать кольцо вокруг незаконных вооруженных формирований. Они полностью контролируют ситуацию в регионе, возводят новые блокпосты. Таким образом, пересекая все попытки боевиков вырваться из окружения, подчеркнул Владислав Селезнев. В восточных регионах нашей страны идет процесс прекращения вооруженного конфликта. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. Накануне он побывал в столичном военном госпитале, где навестил раненых в ходе АТО бойцов. Михаил Коваль вручил им награды за воинскую доблесть. Вячеслав Луценко во время участия в антитеррористической операции под Славянском получил пулевое ранение в ногу и осколочное в спину. Он и еще сотни бойцов двигались на блокпост боевиков. Но тех в засаде оказалось в разы больше. Вячеслав говорит, ему еще повезло. Потом мы узнали, что их было в засаде до тысячи человек. Из-за этого начался шквал огня с их стороны. И позиция у них была сверху, в старом заводе, в лесах. Руководитель Минобороны Михаил Коваль проверил всех раненых в военном госпитале и пообещал им свою поддержку. А еще порадовал, заявив, что на Востоке уже идет процесс прекращения вооруженного конфликта. По его словам, президент Украины Петр Порошенко предпринимает для этого все возможное. Сейчас идет очень мощный процесс, которым руководит наш президент Украины. Этот процесс направлен на то, чтобы скорее погасить этот огонь на востоке нашей страны. И те практические меры, которые делает наш президент, верховный главнокомандующий, лично в меня вселяют большую уверенность, что в кратчайшие сроки будут приняты радикальные и мудрые решения, которые приведут к тому, что на востоке будет мир и наладится жизнь наших соотечественников. По его словам, ситуация на Донпасе не пошла по разработанному за рубежом сценарию. И все, кто так или иначе мечтали о гражданской войне, должны о ней забыть. Ольга Теребинская, БТБ. Все боевые и патрульные подразделения МВД будут задействованы в АТО. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, это не только необходимость, это еще и проверка на профпригодность, настоящий дух и патриотизм. Он добавил, что все милиционеры получат необходимое снаряжение. Для обычных дежурств правоохранители экипируют бронежилетами, касками и оружием. В случае выдвижения на позиции боестолкновений, силовиков дополнительно снабдят тяжелыми бронежилетами 5-6 классов, сообщил глава МВД. И также военные, которые принимают участие в АТО на востоке страны, уже в июне получат надбавки к зарплате и премии. Некоторым рядовым повысят зарплату до 5-6 тысяч гривен. Поисковые и аварийно-спасательные работы в доме, который взорвался в Николаеве в понедельник утром, завершились. В здании начались ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По факту взрыва в Николаеве милиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Правоохранители подозревают мужчину, выжившего после аварии, в совершении убийства жительницы квартиры, которая стала эпицентром трагедии. Об этом сообщил начальник Николаевского городского управления милиции Валерий Коба. По его словам, на шее погибшей был обмотан шнур от утюга и зарядного устройства для мобильного телефона. Кроме того, в квартире был оторван газовый шланг. Как отмечают очевидцы, после взрыва подозреваемый с криком выбежал из подъезда. Сейчас его увезли в больницу, разбираются милиция с ним, потому что это не наш парень. Он в нашем доме не живет и в этой квартире он не живет. А весь в чем вы говорите? Он черный, обгоревший был. Он выбежал из подъезда и кричал, бежал, что зерно его сердце. Председатель Николаевской областной госадминистрации Николай Романчук уже подготовил письмо в кабинет министров Украины. В нем он и заложил необходимость оказания финансовой помощи пострадавшим жителям дома. Встречу с его жителями городское областное руководство проведет сегодня вечером. Ну а чем будут жить сегодня Украина и мир, смотрите далее в обзоре. Еще увидимся, до встречи. О результатах своей работы за три месяца на должности главы Киевской городской госадминистрации расскажет Владимир Бондаренко. О том, как выполняется план действий в рамках программы Кабинета министров, отчитается министр образования и науки Украины Сергей Квит. Развитие сельского хозяйства в контексте евроинтеграционных процессов Украины обсудят ведущие эксперты страны. В Южной Корее начнется суд по делу о крушении парома, унесшего жизни более 300 человек. В трагедии обвиняют 15 членов экипажа судна «Севол». Четырем из них, включая капитана, грозит смертная казнь по обвинению в убийствах. По данным следствия, члены экипажа покинули тонущий корабль в числе первых, оставив сотни пассажиров умирать. 64-й конгресс Международной федерации футбола начнется в бразильском Сан-Паулу. Он будет длиться два дня, на третий пройдет первый матч чемпионата мира. Среди прочего, конгресс заслушает последние результаты расследования скандала с выбором стран-хозяек двух следующих чемпионатов. Раньше предполагалось, что ими будут Россия и Катар. Однако их подозревают в ход купе членов исполкома FIFA. Субтитры создавал DimaTorzok